Изучающим логику и механизмы эскалации социального конфликта сегодня надо смотреть на Молдову. На глазах у всех набирают обороты противостояния по поводу языковой политики и статуса русского языка в частности. Классика. Смотри, что происходит и пиши книгу под названием «Наивернейший способ разрушить собственную страну». Хроника конфликта следующая. В 2018 году Карманный Конституционный суд Плохотнюка объявляет закон о функционировании языков на территории Республики Молдова устаревшим, что приравнивается к его отмене. Полагаю, это стало неким вознаграждением авторам запроса за верную многолетнюю работу на интересы главного мафиози. Кто думает о стране, когда тут такие высокие отношения? После этого было какое-то ображение в обществе, но все как-то успокоилось. В декабре 2020-го, проиграв президентские выборы, Игорь Дадон и ПСРМ вместе с депутатами от партии Шор и Плохотнюковскими перебежчиками принимают в парламенте новый закон о функционировании языков. Товарищи-социалисты и примкнувшие решают идти по проторенной дорожке дестабилизации ситуации в стране с целью увеличения шансов на предстоящих парламентских выборах. О реванше, думал Игорь Дадон, о неязыковой политике страны. В январе Конституционный суд признает этот закон неконституционным, а уже в феврале 2021-го текущего года социалисты заявляют о том, что вместо отмененного судом в парламенте в самое ближайшее время будет принят другой закон о функционировании языков на территории Молдовы. Что будет дальше, несложно предсказать. Градус противостояния в обществе будет расти, возможны даже уличные выступления и столкновения на почве межэтнической ненависти и тому подобное. И опять, в иный раз, как это всегда происходило на протяжении всего 30-летнего периода независимости Молдовы, решение самых насущных проблем общества, а это нищета, безработица, коррупция и тому подобное, будет отложено. И все возьмутся за грудки по поводу одного из проклятых вопросов молдаван – языка. Не совсем все политики и кормящиеся вокруг продолжат обворовывать сошедшихся в священной битве за язык граждан. Все как всегда. То, что происходит сегодня вокруг так называемой языковой проблемы, указывает и на феномен интеллектуальной и моральной деградации политического класса страны. Принятие закона об языках 1989 года было результатом широкого публичного обсуждения и политического компромисса. Закон приняли и договорились о том, что во имя гражданского мира и спокойствия в стране этот закон никогда не трогать, не улучшать, не углублять, не развивать, не обновлять, не подменять и так далее. Это было мудрым решением. То, что сделал Плохотнюковский Конституционный суд в 2018 году и последующие события, в частности одностороннее принятие нового закона социалистами в 2020, разрушили окончательно компромисс по языкам, достигнутый в 1989 году. Джин языковой войны был выпущен из бутылки. Сегодня страшно читать прессу, в частности социальные сети, где сошлись в смертельном бою сторонники идеи русского языка, языка межнационального общения, со сторонниками идеи румынского языка, языка межнационального общения. Наряду с подзаборной лексикой, которую нет никакой возможности воспроизвести в публичном поле, в обоих лагерях присутствует весь набор языка ненависти. Манкурты, баштинаж, винитич, предатели, оккупанты, фашисты, дети Бакона и тому подобное. Если долго все это читать, то можно потерять веру в человечество. Из всего этого надо выходить и самым решительным образом, потому что продолжение языковой войны разрушит нас. Одностороннее принятие еще одного закона, о котором говорят социалисты, только подольет масло в огонь. Становится очевидным, что на этом этапе нам, молдаванам, молдаванам разного этнического происхождения, сложно, а скорее всего, невозможно самостоятельно договориться по языковой политике государства. Противоречия глубоки и нет политической культуры компромисса. Нужна помощь третейского судьи, арбитра, третьей незаинтересованной стороны. У Молдовы такой опыт есть, и этот опыт положительный. В 2000 году была принята конституционная реформа, превратившая страну в классическую парламентскую демократию. Реформа ознаменовала окончание острого конституционного конфликта между президентом и парламентом по поводу полномочий. Преодолеть противоречия, найти компромисс удалось путем создания так называемой согласительной комиссии, председателем которой стал секретарь Венецианской комиссии, ныне ее председатель Джани Букикио. Согласительная комиссия при поддержке международных экспертов выработала конституционные положения, которые были приняты всеми. У нас нет другого пути, как использовать этот опыт для разработки нового законодательства в области функционирования языков. Согласительная комиссия с участием международных экспертов, возглавляемая авторитетным представителем Совета Европы. У Совета Европы достаточно опыта и экспертизы в языковых политиках, чтобы оказать нам действенную помощь в решении данной проблемы. Для того, чтобы повысить шансы создания такой согласительной комиссии и вовлечения в решение проблемы Совета Европы, с этой инициативой могла бы выступить глава государства Майя Сандо. Иногда у Аутфилды политики, политика нового типа, о котором так много говорила глава государства, может быть возвращением к положительному опыту прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok